Мир мудрости и мир юности. Два совершенно разных поколения, но сколько взаимопонимания. Финалистки конкурса «Мисс Беларусь» посетили дом-интернат для пенсионеров и инвалидов, хотя жители и сотрудники предпочитают называть это место просто «домом», а всех постояльцев «одной семьей». Ведь тут все друг для друга, как родные. У каждого случилась какая-то ситуация в жизни, и он оказался здесь. По воле, не по воле. Но вот здесь мы даем понятие, что вы замечательны, вы в доме, вокруг все хорошо, вы себя показываете, вам комфортно, вы радуете жизнь и по своим примерам заряжаете других. Я очень прошу вас, чтобы вы не плакали, потому что, когда вы плачете, и они начнут плакать, а вы приехали вот такими красивыми, лучше пожмите им руки, обнимите их и скажите, вот сегодня ваше окошко будет сиять, чистеньким будет. Участницы проекта приехали не просто в гости. Они посетили дом-интернат с целью сделать что-то полезное, привести в порядок комнаты, вымыть окна и балконы. В процессе оказалось, что это далеко не самое главное. Открытые душой и чистые сердцем, они часто не могли сдержать слез. Но вовсе не из жалости, а из восхищения, силы и духа своих собеседников. Я работала с журналистом, с обкором комсомольской правды, по Белоруссии была и по Союзу ездила. Я врач, я доктор наук, я офтальмо-микрохирург, вот я вот этими руками, так сказать, вернул зрение, сохранил зрение и вылечил. Не одну сотню, а может быть и тысячу больных. Ну, понимаете, у меня проблема с позвоночником большая и ноги. Я чувствую, когда чем больше лежишь, атрофируется тело, мышцы застывают. Я познакомилась с прекрасной женщиной, с Глафирой Степановной. От себя, наверное, что бы я хотела сказать и попросить, этому учреждению на данный момент действительно требуется массажист. И это такая просьба Глафиры Степановны, если вы обладаете образованием массажиста, и вот мы, как телеканал УНТМ из Беларуси, мы сейчас это можем сделать, вы ищите работу или бы хотели подработать, эти люди будут безумно счастливы новому члену команды, который будет помогать их телам жить еще дольше, их душе радоваться еще сильнее. Совместная прогулка, песни, танцы и несколько часов непрерывных разговоров. Абсолютно уникальный душевный опыт для первых красавиц страны. У многих из постояльцев есть дети, у которых бурлит жизнь, и, видимо, для них есть что-то важнее родителей. Это был не просто визит, это был жизненный урок для всех. У этих девочек искрились глаза, они действительно добрые. Это уникально подобрать финалистов с такими добрыми глазами. Они окна мыли, они, наверное, дома так чисто не мыли, как здесь помыли. Но не только в этом дело, они вместе с ними и гуляли, и разговаривали. Это праздник души, праздник души для наших людей, и, я думаю, для этих девушек. И неважно, какой титул у них будет, я думаю, побывшие здесь, они уже получили титул. Они уже на пути получить звание «Человек» с большой буквы, раз они уже были здесь. Несомненно, они сюда еще вернутся. А жильцы пообещали поддержать конкурсанты Кавафет. Во время трансляции финала конкурса «Мисс Беларусь» на улице Валшасова, 33, включится телевизор в каждой комнате. Ведь недавние гости выйдут на сцену перед всей страной. Субтитры создавал DimaTorzok